Канал RUNENSTEIN EINZ представляет мои раскопки. Я снимал уже в этом месте ролик про допотопные деревья. Вы видите перепад высот, этот перепад порос деревьями. Это место расположено в междуречии, между Дунаем и Иллером. Сейчас я поворачиваю камеру в сторону леса. Лес высажен вдоль Иллера. Но как оказалось, такие места встречаются не только в Германии. Что-то подобное есть и в России. Живет в России, в Сибири, в Иркутской области, так называемый просвещенный человек Дед Сергей. Ну и недавно он заснял подобное место в России, недалеко от него. И выставил это видео у себя на канал. Сейчас вы можете просмотреть, что там копают, как копают, чем копают. Рекомендую всем ознакомиться с содержанием канала «Сказы Деда Сергея». А сейчас смотрим. Шкобки ведутся в полную силу. Так вяло работают ребятишки. Тут деляна такая вдоль дороги. Километра полтора в длину. Народу дофига. Вон нарыли, блин. Что-то тут откапывают они. Проезд, говорят, проход строго запрещен. Вон петушок там работает у них. И вон туда вон. Раскопки ведутся в населенном пункте Усолье-Сибирское. Место раскопок я пометил красным пунктом и продлил прямую в сторону востока. Примерно в 20 километрах от объекта обнаружился очередной артефакт. Я даю скрин, фото снимка объекта и его координаты. Если у кого-то вдруг появится возможность и желание осмотреть это место по месту, то приезжайте, смотрите, фотографируйте, выставляйте на ваши каналы. Перед вами Крис, который я снимал пару лет назад. Видео есть на моем канале, можете посмотреть. Старый ролик. Но сейчас по просьбе одного из соратников я прошелся и сделал еще одну съемку и повторил эксперимент с компасом. С этим камнем ничего не случилось, он так и остался стоять на своем прежнем месте. Как вы видите, крест он закреплен в камень сверху и как бы заземлен нержавеющей трубкой. Пока моя собака будет развлекаться и охотиться на мышей, я произведу замеры компаса. От тылерского леса я поднялся наверх. Перепад высот примерно 9 метров с местом съемки. Ну а теперь смотрим, как ведет себя компас. Я прикладываю к центру, показывает точно на север. Начинаю сдвигать его в сторону слева. Стрелка, которая должна показывать на север, уходит в другую сторону. Возвращаю к центру, она возвращается снова на север. В этот раз я обошел этот крест компасом со всех сторон и посмотрел, как ведет себя стрелка. Я читал уже в комментариях, в предыдущем ролике, что там писали, да, это железка, это магнитит из-за нее. Нет, это не железка, это магнитит, не из-за нее. Это свойство этого камня. Подобные камни называют девайсами и раскиданы они обычно по кладбищам. Я покажу вам сегодня еще один подобный девайс, на котором установлен тоже крест. Но крест не металлический, а из камня. Сейчас я проведу еще один эксперимент с этим крестом. У меня в руках прибор замера частот. Насколько он точно показывает, я вам ничего не могу сказать. Единственное, что я заметил точно. Приближая антенну к кресту, частота начинает уменьшаться. Удаляя антенну от креста, частота начинает увеличиваться. Можете смотреть на показания прибора. Прибор показывает частоту примерно 2,4 МГц. Как только я ложу на крест, частота начинает уменьшаться. Местоположение этого креста и его размеры оказывают существенное влияние на изменение показаний. Я предполагаю, что мы видим здесь обелиск, а точнее его вершину. Остальное скрыто. Переходим к следующему девайсу. Он расположен в 400 метрах от креста в поле. Подставка состоит из 4 ступеней. По сторонам света этот девайс никак не ориентирован и расположен между домами. Даже когда велась стройка, его оставили здесь и не снесли. Памятные таблички были вмонтированы позже. Один из углов нижнего основания отбит. Ну, что указывает на то, что этот девайс как-то транспортировали. Датируется этот крест 1937 годом. Установила его семья по фамилии Вебер. Как видите, крест выполнен из гранита и прикреплен сверху на бетонное литье. Я повторил здесь опыт с компасом. Примерно так же, как я это делал в поле, стрелка никуда не отклонялась. Я прикладываю компас со всех сторон девайса. Стрелка стоит, не двигаясь. Я предполагаю, что разница здесь в чем? С крестом, который стоит в поле. Крест в поле выполнен из камня. Здесь же мы имеем дело с обычным бетонным литьем. Расположение этого девайса тоже явно играет определенную роль. Размеры каждой ступени тоже должны иметь свое предназначение. Если вы думаете, что какие-то придурки просто сколотили опалубку и залили туда бетон, чтобы потом установить это просто в чистом поле, то у меня несколько другое мнение. Каждая деталь подобных девайсов прочитывается с учетом сакральной геометрии. Настоящее предназначение нам пока неизвестно, но мы узнаем. Надпись на камне гласит По-русски «Господин, благослови наши участки». Это своего рода разметка кадастровых участков, на которых было произведено межевание. Таблички сюда явно вмонтировали позже, но что самое интересное, шрифт не соответствует времени установке этих табличек. Посмотрите на швы между бетонной заливкой и табличкой. Как вы видите, это не один такой подобный крест в Германии. Они стоят здесь практически повсюду, но и примерно означают границы участков. Пока студенты в Сибири под присмотром деда Сергея копают у себя на раскопках, ну, у себя я уже кое-что раскопал, и хочу поделиться с вами, как это выглядит. Двадцать сантиметров плодородного слоя, после чего начинается конкретная глина. Такую же глину мы видим и в Сибири. Раскопки на глубину один метр ничего не принесут. Минимум надо рыть метров на шесть, после чего начинается самое интересное. Перед вами шурф, пробуренный на глубину примерно пять-пять с половиной метров, после чего было угроблено два сверла, и эта затея была прекращена. На что наткнулись, так выяснить, к сожалению, не удалось. Прибор для измерения электромагнитного излучения, к сожалению, упал на дно шурфа, так там и остался. Но в это время он продолжал пищать, указывая на наличие электромагнитных полей. Ну а сейчас посмотрите, что стало с буром, во что его надо было так вогнать. В ходе этих раскопок была обнаружена вот эта вот кость. Кому она принадлежит, я не знаю, так как я не криминалист, не антрополог. Может, это мамонт у нас здесь пробегал, может, корову забили, может, человек что-то осталось. Но вот лежит такая пористая основа из костной ткани. Если кто-то может сказать, что это за кость, пишите, пожалуйста, в комментариях. Охотно почитаю и поделюсь с остальными дальше. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok